Ненужная и глупая война, забравшая отцов и сыновей. Такими словами началось открытие тематической экспозиции «Пепел в сердцах» в гимназии номер 2. На протяжении двух месяцев руководство школы, преподаватели и учащиеся создавали уникальный проект, который погружает в страшные годы Великой Отечественной войны. На стендах фотографии сожженных деревень, оккупированных городов и мест массового уничтожения и захоронения людей. Согласно методическим рекомендациям Министерства образования, данные стенды должны иметь четыре раздела. У нас на экспозиции представлено три раздела. Первый раздел посвящен материалам по геноциду в годы Великой Отечественной войны, в целом по республике. Второй стенд посвящен Минской области и третий стенд Солигорскому району. На открытии присутствовали учащихся 8-11 классов, члены пионерской республиканской организации и БРСМ, активисты и представители гимназического самоуправления. Также были приглашены почетные гости – прокурор Солигорского района, директор Краеведческого музея и заместитель начальника управления по образованию Солигорского райисполкома. Посмотрели на экспозицию, мы видим 49 деревень, которые были сожжены, 5 из которых не восстановлено. Но это, можно сказать, то, что известно в настоящий момент. Мы все знаем это, можно сказать, в крупной деревне. Но на территории нынешнего Солигорского района было очень много маленьких поселков, хуторов. Еще столько много неизведанных мест, которые ранее известны, с жуткими, наверное, картинами, поскольку даже взрослые люди, которые бывают на дорогу в настоящий момент при проведении растопок, начинают плакать, поскольку ряд, ну так вот, оставшихся с пиетированных остатков, можно будет даже по расположению видно, как, например, мать закрывает своего ребенка. Про некновенные стихи и монологи, письма детей военного времени читали участники образцового театрального коллектива «Добродей». Все присутствующие слушали выступающих с неподдельным интересом и болью в сердце. Что было холодно, ледяная корка на лужах, а они лежали в одних носках. Мама была беременная, ждала нашего братья. Геноцид, трагический исторический опыт, выпавший белорусскому народу, не должен быть забыт и искажен. Руководство школы стремится сохранить героическое наследие нашего народа и познакомить с ним как можно больше учащихся. Экспозиция будет представлена в гимназии на постоянной основе, и любой желающий может изучить стенды и литературу, представленную в ней. Завершилось мероприятие церемонии зажжения свечи участниками клуба военно-исторической реконструкции и минутой молчания в память о трех миллионах жителей Беларуси, погибших в годы войны. Завершилось мероприятие, гимназии, 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 гимназии.